Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Скоро Денис после седьмого поражения к ряду крылья опустились на 12-ю строчку турнирной таблицы и оказались в одном шаге от зоны вылета в футбольную национальную лигу. Лидер премьеры ЦСКА, хотя он первый раз проиграл в этом сезоне. Военные летчики в высшей хоккейной лиге расположились в середине турнирной таблицы. Очередную серию матчей с Тамбовым они сыграли в ничью. Первую встречу выиграли 2-1 и подарили болельщикам драку. Больше, наверное, для команды было, что они дрались для своих, чтобы чуть-чуть дать остроты, чтобы игра была более интенсивной. Второй поединок остался за гостями. На этот раз Тамбовские волки победили 2-1 и теперь занимают третье место в чемпионате страны. Продолжаем дальше по турнирной таблице идти, доставать первых двух команд, которые от нас немножко оторвались. Единственную шайбу во втором матче домашней серии игр и первую в сезоне забил летчик Артур Насыров. Вчера нам повезло, может быть, больше сегодня сопернику. Я считаю, что примерно равной команды. Я не знаю, болельщикам, я надеюсь, понравилась игра. Была сегодня, особенно сегодня, интересная. Ходом поединка остался недоволен наставник военных летчиков. По его мнению, команда теряет очки по вине судейской бригады. Сложно как-то всегда подбирать слова для ребят, когда такое творится безобразие. Поэтому, раз нельзя про судей ничего говорить, я скажу, что судя молодцы. Только попрошу слово «молодцы» взять в скобки, в кавычки. В итоге ЦСКА ВВС занимает четвертое место в высшей хоккейной лиге. Лидер Мордовия. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин